Приветствую вас! Вы знаете, вы обратите внимание на ответ моего коллеги Кудрючева Игоря Леонидовича. Он, на мой взгляд, дал вам очень верный и всеобъемлющий ответ, который отражает суть вашего состояния. То есть отражает суть того, что вы, с одной стороны, торопите ситуацию, в целом, вы ее торопите, с одной стороны. С другой стороны, вы перекладываете на мужчину ответственность за свои желания, за свои чувства. И эти два момента, помимо того, что написал мой коллега, являются очень важными. Подождите, смотрите. Вы... Так, сейчас я открою. Так, ну вы пишите, мне осталось еще учиться три года. Да, то есть молодой человек должен будет ждать вас три года. Срок это достаточно большой. С учетом того, что вместе, как я понял, вы не живете и с учетом того, как я понял, что знакомы вы совсем немного, два месяца. Здесь может быть влюбленность. Это нужно понимать. Нужно понимать, что здесь может быть влюбленность у молодого человека и у вас. Поэтому вы здесь давите на него. То есть вы предлагаете решить слишком серьезные вопросы, слишком серьезные вопросы, которые на такой стадии отношений люди не решают. Да, ну просто это невозможно решить и тут как бы еще неогребшие чувства, да, еще в неустоявшиеся эмоции по отношению к партнеру вмешивается такой жесткий достаточно разум, да, жесткая такая... Рука интеллекта и естественно это может очень негативно повлиять на то, как воспринимает вас человек, как воспринимает вас мужчина. Вот, поэтому весь вопрос заключается в том, весь вопрос заключается в том, чего вы хотите. Вот. То есть вам нужно определить вот этот момент. Именно. Понимаете? Если вы хотите, чтобы ваш мужчина был счастлив, это одно. Если вы хотите, чтобы вы были счастливы, это другое. И отдельно нужно раскрыть ваши чувства, которые вы испытываете друг другу. Давайте мы с вами подробно разберем ваш текст, чтобы было понятно на мысли нюансов. Тут достаточно. Итак. Вместе с молодым человеком не так долго, около двух месяцев. Хорошо. Что вас объединяет, что между вами общего и как вы начали быть вместе. То есть по поводу чего выстраиваются ваши отношения. Дальше. К сожалению, он заканчивается скорой учебы и собирается уехать и работать в другую страну. Опять же. Знали ли вы о том, что это так изначально? Если знали, что он собирается уезжать, то как вы к этому относились? То есть вы предполагали, что он может уехать, например, в другую страну и про вас забыть. Допускаете ли вы это? Что вы будете в этом случае делать? Хотите ли вы ехать к нему в страну, куда он едет? Или вы это делаете только ради него? А что если вы приедете в другую страну, а у вас отношения с ним не сложатся? Как вы будете вести себя тогда? На эти вопросы стоит поискать ответ. Причем такой ответ, который бы вас, ну, удовлетворил бы. Дальше. Мне осталось учиться еще три года. Три года. Ну, в принципе, знаете, вот, я бы не сказал, что учеба это что-то такое, очень важное, то есть прям настолько важное, чтобы из-за этого оставаться с любыми человеками, если мы с вами действительно-действительно есть отношения. Серьезные, искренние, чистые и так далее. Знаете, будет обидно, если чувства мощные, сильные и так далее, да, если отношения истинные закончатся, завершатся, разрушатся только потому, что они не успели окрепнуть в достаточную степень. Слышите, вот, отношения могут быть какими угодно хорошими, но в данном случае они не окреплены. В данном случае у них нет никакой основы. Понимаете? Вот. Ну, я имею ввиду основы в плане времени, в плане совместного проживания, в плане каких-то вот серьезных испытаний у вас. То есть вы оба учитесь. И тут сразу такое сильное испытание, понимаете? То есть отношения, чтобы выдержать, нужно окрепнуть. А чтобы окрепнуть, нужно справляться с проблемами, с размерными им. То есть не могут у меня крепкие отношения, да, вот, например, люди только встречаются, да, только начали встречаться и все. И сразу же, а как будем дальше жить? А как мы будем отстреливать ребенка? Это нормальные проблемы. Но эти проблемы должны быть своевременны. Данное препятствие, которое вы описываете, оно не своевременно. Оно слишком сложно для уровня ваших отношений. Поэтому тут как бы вот такая история. Буквально на днях создался серьезный разговор. Пишите вы по поводу будущего наших отношений, потому что никак это не решали, не трогали. Это так, а? Вот в том-то и дело, да? Что нельзя разговаривать о будущем отношений, когда встречается о двух месяцах. О двух месяцах. Нельзя. Потому что человек вам, ну, как бы он вам, да, он вам нравится, да, он, является сейчас вашим партнером, но он, этот человек, он не ваш, не ваш муж, он не ваш парень даже. Может быть он ваш парень, но все равно. Это еще не до конца оформившиеся отношения. Чтобы начать такие серьезные вопросы. Еще раз повторю. Вот. Вы пишите, а думать об этом уже надо. Кому? Кому надо об этом думать, Мария? Вам? Или кому? Дальше. Зачем? То есть вот у меня, например, у меня есть такое чувство, что вы через данный аспект, ну, через данную необходимость, да, вот. Ага. Вы пытаетесь обеспечить себе безопасность. То есть вы хотите какой-то определенности, вы хотите какой-то надежности, вы хотите какой-то стабильности. Но отношения, отношения вам этого дать не могут. Понимаете? Понимаете? Отношения не дают стабильности. Отношения дают возможность человеку, просто возможность человеку быть, ну, скажем так, быть счастливым, например. Дают возможность человеку, ну, допустим, почувствовать себя как-то. Почувствовать себя, ну, например, более значимым, более востребованным, почувствовать себя любящим. Заметьте, не любимым, да, не любимым, а любящим. Это немножко разные вещи. Вот. То есть тут вот нужно этот момент понимать. Прекрасно понимать, что вместе мы недолго и думать, что это серьезно еще возможно рано, невозможно рано, но чувства очень сильные и отношения становятся крепче. Во-первых, чувства какие? Очень сильные. Это первое. Второе. Значит, что значит отношения становятся крепче? То есть как это проявляется? Ну, конкретно. Как это проявляется? Что отношения становятся крепче? То есть я верю вам, что ваши отношения, они, ну, не стоят на месте. Что они эволюционируют. Я верю. Но, когда вы говорите, что отношения становятся крепче, вы говорите как бы за всех. То есть за вас забыл. А это так не работает. Говорить вы можете только за себя. Вы не можете говорить за других людей. Поэтому это еще один очень важный тоже момент. Дальше. Друг к другу, друг к другу уже успели привыкнуть. Опять же. Опять же. Я верю. Верю в то, что вы успели привыкнуть. Именно вы я верю. Но так ли чувствует себя, например, мужчина с вами? Можете ли вы с уверенностью сказать, что он ощущает себя так же? Я думаю, если вы, ну, если вы честно, честно себе, себя спросите, то вы скажете, что нет. Потому что, как бы, ну, ситуация, она намекает на это. Именно. Что, мужчина немножко иначе, иначе все воспринимает. Да? Дальше. Пришли к решению после разговора, что не бросим друг друга и будем продолжать общение максимально, насколько это будет возможно, иногда приезжать друг к другу, если получится. А цена обязанности. То есть, справедливо ли вы считаете, считаете, что, например, человек, которого вы, ну, вроде как любите, да, не сможет, например, встречаться с другими девушками? Не поможет с ними проводить время. То есть, он должен будет себя ограничивать. Он должен будет чувствовать себя скован. Получается. Так вот. Считаете ли вы, считаете ли вы, то это справедливо для человека, которого вы знаете еще совсем-совсем немного. Постарайтесь ответить себе, вот, сами себе, на этот вопрос, ибо это очень важный вопрос. Дальше. Ну, соответственно, про себя, да, тоже, тоже. То есть, вот вы говорите, что готовы. Ну, ну, что вы готовы, что вы, значит, ну, будете его ждать. Хорошо. Какой ценой, если вы будете его ждать? Какая у этого будет цена? То есть, вы готовы ждать его так же, как, вот, ну, так же, как он, например, вас ждет. То есть, вы готовы ожидать его, не встречая с другими мужчинами, а что делать, если вам захочется этого? А что делать, если влюбленность ваша, она, допустим, пройдет, что, в общем, ну, что, в общем, естественно и вполне себе может быть. Понимаете? Дальше. Ага, так. Однако, изначально мой мужчина не думал об этом будущем, пока я не доверяюсь к нему. Он не ваш мужчина. Он не ваш мужчина. Поймите это, пожалуйста. Он не ваш мужчина, вы всего два месяца вместе, он не ваш мужчина. Он человек, с которым у вас есть отношения, но он не ваш мужчина. Хорошо. Он не понимал, как могут быть отношения на расстоянии и не без оснований. Он не понимал и говорил, что любимый даже не ветрадом показывал какую-то неуверенность в наших будущих отношениях. А вы, опять же, считаете, что всё, ну, вы считаете, что он должен был богатый уверенность, вы считаете, что он должен был быть уверен в отношениях. А что, по-вашему, что, по-вашему, могло бы эту уверенность ему внушить? Он знает девушку два месяца, и теперь он оказывается перед перспективой, да, на три года быть одному, безо всех, без женщин, безо всего. Естественно, тут не уверенность, потому что его чувства ещё не окрепли к вам, и это нормально. Вопрос в том, насколько это понимаете вы. Дальше. Так, после разговора с ним он пересмотрел свои взгляды и сказал, что не бродь меня, что поделать, у нас такая судьба, бродь отношения на расстоянии. Ну, тут, конечно, нужны нюансы, что значит пересмотрел, как это проявляться, что пересмотрел. Слишком он, знаете, так вот, понимаете, вы своим разговором, вы своим разговором вот этим, вы снизили свою ценность в его глазах. Вот так, я бы сказал, понимаете, то есть он понял, он понял, что вы настроены серьёзно, что вы от него никуда не денетесь. Он понял, что вы готовы его ждать. Вот он понял, что вы ему будете преданы, и поэтому его активность, его активность по отношению к вам, она снизилась. Потому что, ну а смысл теперь, смысл с вами проводит, смысл с вами проводит время. Смысл для вас что-то делать, если вы уже дали понять, что всё, вот она я, я никуда не денусь, мы с тобой вместе, мы с тобой вместе надолго, всё. Понимаете? То есть вы взяли и понизили свою значимость для него этим, этим разговором процентов на 60-70. что при условии того, что ваши отношения не окрепли, и возможно ещё в них нет любви, потому что это не вы, вы не пишите про то, что любите его. Он, соответственно, тоже ничего не говорит про любовь. Вот, поэтому у меня здесь, опять же, видение вот такое. Вот у меня вот такое видение ситуации. Дальше, значит, спросил меня, будет ли мне хватать такого, будет ли мне хватать такого малообщения, я ответил о положительном, спросил его то-то самое, на что он подумал, сказал, что если его хватать не будет, он скажет. То есть у него всё равно есть сомнения, он более здесь рационально мыслит. Вот, но после этого разговора, когда вы расстались, он учился с пониманием того, что вы к нему привязаны, что всё, вы его. И, значит, можно расслабиться, перестать вас завоевывать, на сути он вас завоевал. Ну вот. И всё, и вас можно не ставить теперь на первое место. Именно поэтому, когда вы предложили ему пойти погулять немного, потому что у меня от тебя тоже есть, и я бы хотел немного отвлечься, не посидеть, не сидеть постоянно дома, он и ответил вам впервые, что не хочет, не хочет. Сейчас он знает, что вы никуда не денетесь. Понимает это. И не боится вас потерять. А на стадии такой отношений, бояться потерять мужчина, мужчина должен. Ну вообще, вообще, мужчина вообще всегда должен, должен бояться потерять. Свою женщину, надо сказать. Вот. Но, на данной стадии это особо важно. Дальше. Обратите внимание на то, что вы пишите. Сейчас здесь я, наверное, перестегусь со своим коллегой, в плане ответов. Вы пишите, я предложил ему погулять, потому что у меня сейчас тоже есть, и я хотел бы немного отвлечься, не сидеть постоянно дома. То есть, вы предложили ему погулять не для него, чтобы ему было легче, а чтобы было легче вам. Понимаете? Какая история. То есть, вы сделали это для себя. Вот. Вы этого не сделали, вы не сделали этого для него, вы сделали это для себя. Опять же, я не то чтобы, вы не то чтобы вас обвиняют. Вот. Я вообще не хотел бы вас обвинять. Я просто указываю вам на те моменты, которые имеют место быть. А моменты эти, именно такие, что вы, вы сделали это для себя. И мужчина, скорее всего, знал об этом. Он знал, что он, тот, что вы просите, у него, вы это просите для себя. Да, но если раньше, если раньше он имел возможность вам, точнее не так, у него была мотивация вам не отказывать, ну, в отношениях. Да? Его была мотивация вам не отказывать. Что, сейчас, такой мотивации у него нет. Потому что он знает, что его никуда не денет. И отсюда его отказ. Дальше. Значит, эээ, я вошла в его положение, поняла, что хочет побыть один, но в то же время все-таки он выставил фото, как поехал гулять и пить кофе с другом, очень счастливый там. Отбирь точно меня встала волновать. Можно ли считать это каким-то звоночком, в том, что он меня, возможно, избегает и все-таки не готов ждать после окончания учебы, чтобы продолжить отношения? Да, можно, можно. Можно. Потому что, эээ, вы достаетесь надолго, я думаю, что было бы логично, было бы логично, если бы он, эээ, хотел бы провести с вами, эээ, ну, время. То есть, а вот это он решил, ага, провести время с друзьями. Это не обязательно означает, что он не хочет, эээ, не хочет с вами отношений. Это не обязательно означает, что он не готов быть с вами в отношениях. Понимаете? То есть, нужно понимать, что, эээ, готов он или не готов, мы этого знать не можем. Мы не можем знать, эээ, к чему он готов, а к чему нет. Но то, что я видел, это то, что он вас поставил не на первое место. И то, что я увидел, что что-то случилось после того, как вы, эээ, с ним поговорили. Ну, ну, вот у вас, эээ, произошёл этот разговор и всё. И после этого, так и такая вот позиция, соответственно, произошла. И ещё раз, да? Это неплохо и нехорошо. Это просто реальность. Понимаете? Это просто реальность. То есть, вам здесь нужно пересмотреть свою позицию, как вы себя, значит, ну, как вы себя преподносите, скажем так. И нужно обратить внимание, обратить внимание на то, в каких отношениях вы хотите. Ну, допустим, с мужчиной. Ну, например. Дальше. Просто впервые столкнулась с тем, что он оказался делать то, что мне необходимо было для улучшения моего состояния. Ну, здесь у вас, к сожалению, перенос ответственности. Потому что то, что делать нужно вам для улучшения вашего состояния, делать нужно вам. Не ему, а вам. И мужчине имеет право отказаться от того, чтобы этого не делать. Поэтому я полагаю, я полагаю, что наиболее, наиболее оптимальным важным поведением сейчас, наиболее оптимальным важным поведением сейчас, при условии, особенно при условии, что у молодого человека сейчас экзамены, там, диплом и так далее, да, вот. Будет следующее. Сейчас никаких решений окончательных вы не принимайте. То есть не надо принимать сейчас никаких решений. От этого не будет лучше ни кому, ни вам, ни ему. Вот. Решений никаких не принимайте. Вот. Позвольте, позвольте, именно позвольте, вот, что является ключевым, ключевым моментом, да, здесь. Позвольте ему, позвольте ему действовать сейчас так, как он хочет. То есть вы правильно сделали, что выбрали, вы выбрали выжидательную позицию, да. Вы правильно сделали, что выбрали, ну, что выбрали, вот, собственно, позицию сейчас такую достаточно, ну, пассивную, да. Вот. Пусть он объявится, да, пусть он проявит свою активность, пусть он видит, что, ну, как бы, вот, что вы поняли, что вы увидели то, что вам, то, что вам нужно, вот. Пусть он проявит себя, а дальше уже будет видно, дальше уже будет видно, что, что это значит, ну, что это значит, дальше будет видно. Дальше будет видно в том смысле, что, а если такая ситуация повторится, да, если такая ситуация повторится, ну, то есть, если он еще раз вам откажет, да, вот. То, в таком случае, если он вам еще раз откажет, я бы рекомендовал вам уже расценивать это именно как действительно такой звоночек. Ну, а если нет, то это будет всего лишь означать, что, ну, у человека имели место быть трудности, и это нормально. Ну, и то, что мой коллега вам сказал, да, я специально не заотрял на это внимание, дабы не повторяться. Вот, но, то, что коллега сказал, это так же имеет место быть, то есть, это так же, эм, очень важный момент. То есть, вполне возможно, вполне возможно, что данная проблема, ваша, ваша данная проблема, она существует. Проблема одиночества, проблема вот, чего-то, чего-то такого, она существует. Если она существует, мне надо работать, чтобы вы чуть не чувствовали себя сверх мотивированы быть, вот, ну, в отношениях с кем-то. Чтобы вы не чувствовали себя сверх мотивированы, за мотивированы, сверх нуждающихся. Вот. Это недопустимо. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете написать мне в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. Подписывайтесь. Похоже. Вы подходите, д't時 Crack.